ПЕСНЯ ПЕСНЯ Да е vi еndelig tilbake igjen. Лит pandemi og sånn, gjorde at vi måtte ta en pause, men nå er vi endelig tilbake med stang i hånda. Og episode 2, da tenkte vi at vi skulle jakte litt stor og rødt fra båt. Og hva er det man skal tenke på når man skal ut i en båt og jakte stor og rødt? Først og vart, så kan du tenke at det er mye lettere enn det man har laget det til i Norge. Veldig vanlig og fiskefordrivende båt på øvrødt i for eksempel England og mange andre land. Men i Norge så er det litt sånn, skal man ut i båt og fiske øvrødt med flue, så er det gjerne flyteline i en tør flue. Skal helst ha en vinstille. Og i mitt vode så er det litt motsatt av det jeg egentlig ønsker. Er det vinstille, er det helt blankt, så er det kanskje de verste forholdene å være ute på. Når jeg sitter i båten så ønsker jeg faktisk mye vind. Og gjerne overkyet. For å få det ofte fisken jeg gjør i vannlagene. Men grunnen til at jeg ønsker mye vind, er for å dekke mye vann. Så jeg fisker da for en drivende båt. Så det er egentlig mitt første bud. Gå ut på de dagene det er litt god bris. Prøv å dekke så mye vann som mulig. For det er klart dekker man mye vann, så dekker man også flere fisk. Og flere fisk betyr at man har større muligheter å komme over de stederfiskene. Til det fisket her så liker jeg å kombinere en streamer med for eksempel en litt stor busteflur. Så hvis jeg hadde utfordret deg nå til å plukke ut tre fluer for dagene i dag. Har du hatt noen klare favoritter da? Ja. Så ville jeg kjørt lotpus med black nickel hodet. Der. Så ville jeg kjørt en Clared Bumble variant. Og så ville jeg selvfølgelig se på en Gosling variant. Og for to dager siden så var jo vi her. Og jeg synes nesten det er vanskelig å beskrive situasjonen. Det er i hvert fall en av de største opplevelsene jeg har hatt i fluefiske. Ja, det vis. Er du seriøs? Så hiver jeg vel mot to steiner og sier sier Å steinfiske igjen. Og så kommer det beiste der og ruller over den her fluen. Ну, это было не то, что я предоставил. Я предоставил, что я предоставил, что я предоставил стима. Но я думал, что это было твердым. Ай! Да! Ах! Это! Это не серьезный фиск. Это не серьезный фиск. Вдох. Серьезно! Серьезно! 8 кг. Это 8 кг. Серьезно! Я не могу снять. Я не могу снять. Серьезно! Я не могу снять. Я не могу снять. Но ты получил 2x5 и 1x8, так я думаю, что ты готовишь новую задачу? Да, это я уже думал. Я думаю, что я думаю, что это очень важно для нас. Да, это время для того, как я желаю вам приветствовать в Хамаре. Да. Вместе с тем, что мы берем Хåkon и Катароне. Мы берем на лаге. Да, я садил Мюса, и мы попробуем делать это. Да, я глядил меня, но я чувствую, что я глядил меня. Мюса, и для меня, я был в 10 минуты в Хаугеяр. Я думаю, что другие ребята были очень удивлены о том, что я имею в виду. Это мёсфиска. Я работал на пару суток с друзьями, и я думаю, что это находится в древне. Я имею в виду, как мы были воспользованы на ботбрыгге, когда мы пришли на флуэстенгер, и люди начали говорить о английском, когда мы пришли на море. Я думаю, что флуэстенгер имеет очень интересное отношение к флуэстенгерам. Я думаю, что это невозможно. Я был счастлив, чтобы был приглашен на вторую эпизоду в Мюса. И мы наконец-то здесь. Это очень стильный фиск, где мы собираемся с большим острым. Много пелагичного фиска. Это очень отличный фиск в том, что мы привыкли. Мы обычно фиска в море, где мы летим структура, морбанки, и мы фиска в близких стран. Но здесь в Мюса, мы только один фиск мы используем. И тогда мы получили много лимитов в древне. И мы надеемся, что мы сможем получать его. Я помню, когда мы поднимали павлифор, и Эрлен и Эрлен и Эрлен и Эрлен, мы планирули в том, что мы собираемся. И я смотрел на лимитов, и я смотрел на лимитов, и я смотрел на мюса. И я думал, что мы собираемся на мюса. Мы сидим в Норке, в большинстве. Это павлифор, это павлифор. Это павлифор. Это не очень много лимитов, но павлифор. Это павлифор. Это павлифор. 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 Павлифор, Это очень много мёсэритт на флуы. Это требует совершенно отличное, но для обычных флешек. Мы лезли буты, мы собираем буты, используем эколод для бейтфишки, и мы проводим довольно долгое, где это декает большая большая масса. Это очень интересный проект, Это проект, который я долго думал, чтобы попробовать. Поэтому мы сейчас уверены. И мы уверены, что мы успеем. Наши ожидания были высокие. Мы знаем, что это будет трудно, но мы надеемся, чтобы получить очень большой фиск. Молы для туры, чтобы получить этот фиск, чтобы получить этот фиск, чтобы получить этот фиск, это было замечательное ощущение. Мы с нами сейчас имеем Katharine. Он отличный фиск, он очень плакал, поэтому мы решили его с нами. Я рисковал с Эрленом, когда я был маленький, и мы имеем победу, и мы молодые фискеры, которые успеют, и выиграть. И даже если они не прошли, мы получим результаты. В первую очередь, мы начали летать утром. Мы начали летать лошадку. Мы начали лошадку и утром. У нас было довольно лошадь, и мы начали лошадку за лошадку с облажнением. Это так странно, что вы держите на меня. Не так мягко. Далее 1,5 часа, мы увидели один рот, который упал в облаке, и мы и Эллина забрали его. Это около 15 лет. Ой, вы видите этот рот? Смотрите! 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 Элвете! Компокаст! Элвете! А, сейчас ягадь. Сто сколирует, вырастает много. Далее, это было пять минут, и вдруг, это было «соп» в линии, как будто я вяжел в бон. Но это было 52 метра. Я остановил, и ничего не было, Далее, я поднял два шаппы, и это было как-то подняться в муре. Ой, 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 ой! Оф, ты делаешь! Оооо! Это так много лин, наверное! Может, через два секунда, был бэккин на. Это было очень круто. И, когда лин пошел, лин пошел на лин. И стакан сто очень спокойно. Я решила, что он раздавал, и раздавал. Когда я решила, он раздавал и снова. Когда я взялся, то это было очень ужасно. Он убил крок на флуа. Фи фан! Это был крок, ага. Это был предаток, 4-4. Это полностью снялся от большой рент. И здесь еще есть рентген. Или рентген? Или часть его крови. Фуфа. Я так рентген. Нет, нет. После 1 часа, первый ночи, происходит это. Но мы будем попробовать. Смотрите на новую игру. О, господи. О, фи фан. Я очень милый. Думаю, я могу поднимать его в крок. Да, это очень круто. Это был флуа я использовал в крок 4. Это может быть очень сложно сейчас, но он получился очень хорошо. И очень слит флуа. Это длинный минно, который должен быть около 10 сантиметров. Да. Упсет мы сейчас, это очень легко. Это будет как шеередфиск. Мы в классе 6 и классе 7 стены. В классе 8 и классе 9, но в классе 6 и 7 есть возможности к берегу фиску на другую сторону. Мы обеспечивали это, и мы охраняем очень большой фиску, поэтому мы не думали, что это будет проблем с мёсэротом. И мы проводим синкоградар от 3 до 7, и если он будет очень высоко, то будет высоко в водном уровне. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И потом потом чуть назад. И я пришел вверху, и потом потом дрожьёк, и потом 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 шлаккали. Так я должен идти на фиску, а потом вы злёкнулся. Так ты должен идти на фиску-фиску, Да. Да, ты вот так. Да, да. Который волкнулся, это очень много дней, но я не думаю, что я не был в этом. Это был причин, потому что я его не могла. Но я не могла бы получить шанс, не так много лет назад. Но я могла бы чуть-чуть больше. Глёса, ретт! Субтитры сделал DimaTorzok Det var en av de sprekste øretene jeg ble borte i. Det fikk være den største, så. Fy om her. Ja! Tror de er sliten i håndedet nå, eller? Det er ikke bare å få noe, altså. Nei, nei. Men nå er det så feit, da. Hvor er den her, synes du ikke har på? Den er klinga! Den er klinga! Det var egentlig bare veldig, veldig mye glede. Rundt hele den fisken. Det var kanskje ikke den største av de aller største. Men vi hadde også klart å fange en fisk på flue i Møsalen, som var et av målene. Så det var en utrolig morsom fight. Utrolig sprek fisk, ikke minst. Så jeg kan jo bare tenke meg hvordan det føles hvis du ganger den med både 1, 2, 3, 4 og 5. Så det var ufattelig gøy. Jeg tror det er minst seriøsøret som er tatt i år. Det er fortsatt å føre på flue! Oi, det var litt, ikke det? Hva falt han så fint? Å, det er deilig. Samme flue igjen? Samme flue, da. Ja, det var i gang. Men sprek, da. Det skal man. Ah, det er deilig. Nei, det er sprek, ja. Det er sprek, da. Det er sprek, da. Det var burde takk, eller ikke? Samt, samt, samt. Det er mørkt, da. Jeg tror det er hekt. Det gav litt mer energi til resten av gruppen. Så det var deilig, deilig føles. Kom her med den, hånden din. Hei! Pass på stangen. Det er litt spesielt med mye av kjøret på flue. Det var også den første ruten i et nytt sted og flue. Det er helt forlått. Den er jo sånn islansk grene på den der. Ja, nei. Den er jo litt fint. Det tror jeg ikke er det. Ja, det tror jeg ikke er det. Ja, det tror jeg ikke er det. Det er bra. Det var en sånn, da. Kjatt opp foran kamera. Sånn, skal det være litt modell. Det går først til mye å se rett. Off you go. Det er bra. Det er bra. Det er bra. Jeg leste som en glad flau på samme tid egentlig. Vi trengte den også. Ja, vi trengte den også. Det var to. Nå er det to fisker jeg var så kort i da. Heller på et ganske greit drift. Ja, det begynte å terre på. Den fisken jeg fikk var... Jeg tror jeg gjorde det godt. Men vi har fortsatt trua. Bevis på at vi gjør ting riktig. Vi har fanget fisk. Og bortpå fiskegård også. Nå har vi også én fisk i båten. Så forventningene og foråbningene er like store som de alltid har vært. Så det er bare viktig at vi klarer å holde mot oppe. Jeg kan ikke si det nok. Det er dritslitsomt å holde på ut på her i 8-9 timer hver eneste dag. Og du kaster og du kaster. Du tenker. Det knaker opp i hodet liksom. Så... Og jeg hadde vondt i armen i går. Jeg har enda vondere i dag, så... Det blir tøft. Det blir kjempe, kjempe tøft. Men jeg har laget en litt annen strategi nå. Og forhåpentligvis skal det gi resultat til. Etter en uheldig start på første natt når vi mistet den store øretten. Så var vi ganske revansjelysne nå siste natten. Vi var avhengig av å få en fin fisk. Fin mjøsøret. Da starter vi siste dag med fiske. Og ja, dette blir første kastet for dagen. Nå må vi kjempe opp til ti timer på å prøve å få den store fisken vi er ute etter. Så vi har ikke gitt opp ennå. Nå begynner vi. Så vi visste jo om dette området. Og det er litt sånn... Det området letet jo vi fram litt på egen... Altså ikke på egen hånd. Han gjorde ikke mye å hjelpe oss. Det er plassen. Men du skal finne rett linje fra land, sant? Er det 50 meter fra land? Er det 30 meter fra land? Er det 20 meter? Eller er det 100 meter fra land? Er det 30 meter fra land... Er det 70 meter fra land? Er det 70 meter fra land? Er det 70 meter fra land? Jeg har vært ennå sånn. и мы находились активными рыбами. Мы были немного оцениваны на эколаде, эти первые дни, но в последние дни, мы думали о том, что это выглядит хорошо, где это виллайн, где это собранный сыр, где это собранный рыб. Мы были не довольны в том, что мы были в первые дни, чтобы найти все дропы, чтобы найти рыбами. Поэтому я думаю, что мы можем найти рыбами, чтобы найти рыбами, найти рыбами, я думаю, это было легче, и легче для нас, чтобы работать с рыбами. Да, но это будет более «это мы привыкли». Мы привыкли более. Да. Это как мы собираем в обычные дни. Мы да ещё на нем fatherão. ЭТО! Это ск ЮК. Или вам шагом? ЭТО! ЭТО! Помоги. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok